Далее в нашей программе поговорим про мебель, а точнее про собственное производство мебели в Красноярске. На студии появилась Феруза Лукьянова, это руководитель компании мебельного салона. Все правильно? На салон, да, Феруза, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну вы и мебель, и не просто продаете, вы еще ее и производите, потому что мебель это такая индивидуальная штука, у всех свои размеры, правильно? Да, у нас мебель на заказ индивидуального производства, то есть у нас свое производство, и, соответственно, мы все делаем, абсолютно все, любую мебель, квартиру, начиная от санузлов, заканчивая гардеробные кухни, все, что можно, полностью вся квартира, мы все производим. Как корпусную, так и мягкую мебель. И мягкую тоже. И мягкую тоже, да. Что из мягкой вообще бывает? Все, что угодно. Диван? Диван. Вот такой же, как у вас здесь, красивенький креслиц, на которых вы сидите, а, соответственно, кровати, раньше был такой бум-пик, когда делали стеновые панели, кровати в потолок, вот эта вот стеновая панель мягкая, просто декорируют прихожки мягкими панелями, ну, то есть все, что угодно, все, что можно придумать. Вот, с этим и главный вопрос. Обычно заказчики, ну, я по себе сужу, придумать ничего не могут, потому что они приходят, мы не знаем, что мы хотим. Да. Дайте нам что, дайте картинку, я скажу, да или нет. Нет, это уже немножечко, это то время, когда я начинала работать, и у нас, как бы, технологии, скажем так, очень так вверх поднялись, да, то есть когда я начинала работать, буквально там три цвета, вишня, бук, льха, никаких компьютерных программ, то есть я рисовала от руки, линейка, карандашики разукрашивали, все было в таком режиме. Будет примерно так, но лучше, да, девочки? Да, да, да. Соответственно, мир развивается, помимо технологий, также и материалы, и люди тоже, то есть если раньше там добавился буквально один цвет, если вы все помните, ну, вы все помните, цвет Венге, и все квартиры стали черно-белые, то сейчас более тысячи цветов того же ЛДСП, и оно намного, ну, ну, прям разнообразно, материалов целая куча, и, соответственно, все развиваются, и люди, заказчики тоже развиваются, потому что мы все смотрим Pinterest, квартирный вопрос, ну, мы смотрим все, да, что есть вокруг, мы смотрим, да, кстати, запрещенные соцсети, и мы смотрим то, что есть у знакомых, заходим куда-то, попа, да, но и люди стали более такие, скажем так, сознательные, сейчас покупая квартиру, практически каждый заказчик идет к кому? К дизайнеру, и поэтому они уже приходят с красивым оформленным альбомчиком, и говорят, мне вот то, что нарисовал дизайнер, вот один в один, пожалуйста, сделайте, ну, и, соответственно, все это делается, а если человек пришел просто, то у него все равно есть какие-то наметки, потому что он где-то как раз-таки посмотрел квартиру от дизайнера, и примерно что-то такое хочет, там уже, конечно, можно поработать. Вот, знаете, вопрос еще, в какие сроки это все изготавливается, потому что, вот Антон за кадром говорил, что часто бывает такое, что связываясь с людьми из этой сферы, они то пропадают, то все это затягивается, весь процесс, хотя хочется сделать ремонт здесь, сейчас быстренько все сделали и разошлись, а здесь просто это может и месяцами длиться. Если речь идет о корпусной мебели, то за сколько мы должны заказать? Смотрите, когда к нам обращаются в компанию, так как я уже ранее говорила, что я работаю, когда мы рисовали карандашиками, то есть огромное количество времени, соответственно, есть определенная, и знаю всех, скажем так, большую часть мебельщиков Красноярска. Ну, сейчас так не говорят, не мебельщики, а предметный дизайнер. Хорошо. Да, но какой образ, были такие, скажем так, техники продаж, когда клиент приходит, когда был еще входящий поток, никогда не работали еще онлайн, и чтобы его завлечь, там все говорили, там, срок изготовления месяц, ну, образно, или там, мы вам шкаф сделаем за две недели, ну, и, соответственно, там, цена, там, вот такой момент привлечения, то, ну, до сих пор этим пользуются, как бы это все есть. Но на самом деле, вот, допустим, Антон, вы приходите ко мне и говорите, вам нужен шкаф. Я говорю, хорошо, мы с вами рисуем, вызываем замерщика, все это делаем, посчитали, и я вам говорю, ваш шкаф будет готов через два-два с половиной месяца. Получается так, что вы мне не трепете нервы, я вам не треплю нервы, мы все, скажем так, находимся в хорошем состоянии, вы, как правило, большинство людей, они адекватны, потому что они делают ремонт, ремонт идет, происходит, ремонт квартиры очень долго, как правило, его затягивают, случаются какие-то ситуации со строителями, да, ремонт должен был длиться там полгода, длиться он год, у кого-то два, сменяется несколько строительных компаний, потом это все делается, и вот подходит этап к мебели, а у людей уже, ну, как бы нервное состояние уже на пике. И, как правило, виноваты в конце мебельщики, потому что если вдруг вам строитель что-то сделал не так, встает ваш шкаф, а у вас там щель 6 сантиметров, то у человека уже нервный срыв в этот момент наступает, и, соответственно, эти вопросы нужно урегулировать. Если все сразу об этом говорится, работает на честность, то тогда это все, ну, как бы легко проходит и объясняется, то есть, допустим, вы когда ко мне пришли, мы с вами рисовали, опять же, тот же шкаф, определили сроки, а почему они такие берутся? Потому что мы живем за Уралом, все материалы у нас, к сожалению, на складах, да, они все идут правильно оттуда, с Москвы, с Питера, поставки материалов могут быть задерживаться, потому что они идут поездом, большими вагонами, да, и они сейчас могут просто стоять, потому что на другие наши мероприятия что-то отправляется. Вот, соответственно, люди очень долго ждут, но об этом, если все это предупреждается, запрашиваются, например, вот как последний раз у меня там были огромные поставки столешниц для кухни, они шли с Питера, и вагон просто простоял там в каком-то городе 3 месяца. Ого! Да, да, и, соответственно, там приходит письмо о том, что, ну, вагон стоит там по каким-то причинам, а мебель, она заказная, индивидуальная, да, и то есть людей предупреждаешь. Я могу, как сказать, предложить выбрать что-то со склада в Красноярске, но это очень ограниченный выбор, выбор, вот, и, ну, либо людей предупреждаешь, они ждут, потому что они, в принципе, год делали ремонт. Друзья, вы, получается, еще и психолог. Ну, с таким стажем приходится, да. Да, а вот как раз о стаже мы и хотели бы поговорить. Мебельный салон Vivid Room занимается изготовлением любой корпусной мебели по индивидуальным проектам, имеет свой собственное производство, и не только корпусной, еще и мягкой. И специалисты имеют 19 лет опыта в дизайне и производстве мебели. Vivid Room восполнит ваши мечты в реальность, но и вас успокоит, успокоит на завершающей стадии вашего ремонта, когда уже вся мебель будет стоять у вас в квартире. Вы открываете дверь, заходите, и там то, что вы хотели. Вот обращайтесь в Vivid Room. Тем более, что адреса и контакты сейчас на ваших экранах, обращайтесь к ним, и вам точно... Отлично будет Феруза Лукьянова ждать у себя в гостях. Спасибо вам большое за то, что делаете наши дома и квартиры красивыми.